Сегодня опять об эмоциях. Я уже столько видео сняла, и сегодня хотела бы вам поделиться ещё одной штучкой. Лайфхак. Потому что эмоции, ну это просто всё. Особенно для девочек, особенно для мальчиков, особенно для женщин и мужчин, взрослых, детей. Всё в нашей жизни это эмоции. Мы всё делаем от эмоций. Если мы что-то не смогли, это эмоции нам подставили под ножку. А если мы что-то сделали, это потому что у нас была сильная мотивация, эмоция. Поэтому обязательно посмотрите все мои видео. И сегодня мы займёмся, как это называется, трудами. Я вам предлагаю взять вот такие фломастеры. Потом, если у вас есть вот всякие такие коробочки из платочков, носовые платочки, или какую-то, например, вот такая, может быть, большая стеклянная ваза, или что-то другое. То есть неважно. Но я беру коробочки, потому что мои клиенты это делают, и потом им легче это увозить домой. Конечно же, вот нужно убрать вот эту бумагу. Она очень легко убирается. И вы можете использовать цвет коробочки, который вам нравится. То есть есть такие вот нежные, более-таки другой мотив. Может, даже это подходит под ваш интерьер. Или вот что-то такое яркое тоже может быть. То есть неважно. Или, как я сказала, то, что вам попадётся под руку. Что мы будем делать? Возьмите листочек А4, разрежьте его в длину на 3 примерно равные полоски. Потом сложите эти полосочки вместе. И сначала разрежьте эту длинную полосочку пополам. А потом эту половинку ещё на 3. Вторую половинку также. И у вас получилось 18 листочков. И на этих листочках я вам предлагаю... То есть это минимум. Минимум. На этих листочках я предлагаю вам написать 9. То, что мы называем отрицательных эмоций. И 9 положительных. Но это, как я сказала, ещё раз минимум. То есть вот вы видите, я там уже написала, например, страх, обида, боль, грусть, злость, лень, неприязнь, равнодушие, излишняя гордость, то есть гордыня. Положительные. Что это может быть? Радость, любовь, умиротворение, мотивация, креатив, дружба, доверие, доброта, смелость, открытость, энтузиазм. Выберите особенно вначале те, которые вам часто попадаются в вашей жизни, эмоции отрицательные и которые вы хотели бы переживать положительные. Но также обязательно добавьте особенно положительных, то есть вы можете взять ещё один листочек и написать туда такие эмоции, которые вам, может быть, нелегко доступны. Например, приятие, благодарность, вера, благодать, какие-то вот такие эмоции высокие, к которым вы хотели бы прийти. И если вы смотрели другие видео, вы помните, что мы можем даже выбирать наши эмоции и мы можем полностью также перезаписать наши привычки, потому что иногда реакция на что-то — это просто какая-то старая привычка, и мы достаем эмоцию по привычке. Например, обида или раз мы загрустили из-за чего-то. А оказывается, это просто когда-то мы так среагировали, и теперь мы просто по привычке продолжаем так делать. Вот это упражнение, которое я вам даю, вы можете, если вы, например, у вас есть мужчина или вы мужчина, и вы не очень с эмоциями, то есть вы можете просто натренировать ваши эмоции, их понимать, использовать. А также с вашими детьми вы можете играть в эту игру. Я вам покажу у меня сын, то есть вот он сделал Deutsche Emozion, по-немецки эмоции. Вот здесь он сделал себе сам русские эмоции. То есть он, живя во Франции, изучает, говорит на английском, немецком изучает русский, серьезно, грамматику и всё-всё-всё. И вот также занялся эмоциями, чтобы его мир внутренний был на самом деле очень богат. Вот, я надеюсь, вы понимаете. Вот эти теперь 18 листочков, которые мы сделали, напишите, например, обида. Берём этот листочек, складываем его на 4, так легко просто, и бросаем его в коробочку. Возьмём вот эту, на другой пишем, что мы будем писать. Смелость. Можно взять другой цвет, естественно. Можете нарисовать сердечки. Также складываете на 4 и бросаете в коробочку. Что вы потом делаете? Я возьму коробочку своего сына. Что вы потом делаете? Потом раз в день, вначале особенно, берёте коробочку и достаёте 3, 4, 6 эмоций. Что вот он здесь написал? Гордость. Ну вот это положительная такая гордость. То есть и играйте эту гордость. Сядьте прямо, расправьтесь, улыбайтесь, прочувствуйте гордость за что-то, что вы когда-то сделали. Потом доставайте другую эмоцию. Что он здесь написал? Ожидание. То есть это какое-то вот такое ожидание, нервозность. Постучите даже так ногой по полу, потрите так руками. То есть войдите в эту эмоцию ожидания, нервозность. Потом следующее. Вот здесь он написал радость. Войдите в состояние радости, улыбнитесь, поднимите голову, вдохните. Вот здесь злость он написал. Сыграйте злость, делайте руки в бока, прочувствуйте эту злость. Вот мы сделали уже 4 эмоции. Вы можете продолжать или сказать окей, на сегодня хорошо. Хорошо, это вам поможет именно вот стать, как это сказать, повелителем ваших эмоций и даже их выбирать в жизни, понимать ваши эмоции. Вы помните, если вы смотрели видео, то злость нам нужна, чтобы поговорить о личностных границах. Страх нам нужен, это значит, что мы чувствуем себя не в безопасности. Её нужно посмотреть и поставить, или, не знаю, закрыть дверь на ключ, или посмотреть, что у вас там на конто с деньгами, их посчитать, лучше распределить. То есть понимать нужные эмоции и понимать, почему одна или другая эмоция приходит, и что вам говорит она. Например, грусть говорит о том, что вам не хватает общения. Вот, и нужно, значит, кому-то позвонить или сказать, а давайте девчонки или мальчишки встретимся, пойдём куда-нибудь в кафе прогуляемся и так далее. В общем, и чем выше ваши эмоции, тем больше в вашей жизни вы можете добиться вообще всего, что вы хотите добиться. Я вам желаю хорошего приготовления в вашей коробочке или в вазочке. Вы также можете использовать, чтобы сделать ваши карточки, такую штучку, я не знаю, как это называется, вот такие уже порезанные. То есть вы можете взять отсюда такие бумажки, на которых вы можете написать эмоции. Это будет самый простой вариант. Также это сложить, поскольку она больше, можно её сложить в три. И, как я говорила, вы можете использовать такую стеклянную вазу, которую вы можете заполнить до самого верха эмоциями. Я вам желаю замечательных эмоций. Смотрите видео, ставьте лайки, поделитесь с кем-нибудь и обязательно сделайте это. Совсем забыла. Если когда-то, представьте, в какой-то день вы застряли на какой-то эмоции, например, злитесь на кого-то или не можете отпустить ему какое-то состояние или обиду, сделав вот это упражнение, покатавшись на эмоциях, например, от злости к дружбе, от доброте к неприязни, от энтузиазма к равнодушию, от любви к какой-то там, не знаю, ненависти, у вас внутри всё это прочистится. То есть это как труба, которая засорилась. То есть представьте, вы засорились сегодня или вот в этом часе, который сейчас проходит какой-то грустью. Вы можете это прочистить очень быстро, буквально за несколько секунд. И тогда вы не будете тратить вашу жизнь на какие-то неприятные эмоции, а будете жить в благодарности, в вере, принятии всего, что происходит в вашей жизни, трансформации, потому что если мы встречаем какую-то сложность, то это значит, мы должны чему-то научиться. Чем быстрее мы этому научимся, тем меньше эти ситуации будут повторяться. Я вас обнимаю, целую и до скорых! Я вас обнимаю, целую и до скорых!